Девушки отдыхают В захоронении здесь женщин-воительниц В этой части света высветилось, похоже, не только то, что племя амазонок – это не мифическая выдумка А еще то, что жили амазонки в землях нынешней России А еще то, что жили амазонок – это не мифическая выдумка Эфеса Два тысячелетия назад он был портовым Море теперь ушло и настоящим центром древнего мира Здесь заканчивала жизнь мать Иисуса, Марии И поговаривают племя амазонок До сих пор не разберут То ли Эфес основали амазонки То ли они были только женами, переехавших сюда жить и построивших город греков Но одно уже, кажется, не обсуждаемо Само название города Эфес пришло от имени амазонки – Эфесия Его расшифровывают как «желанное» Такие барельефы здесь чуть не на каждой откопанной стене Их прозвали Амазономахии Вроде амазонки машутся То есть бьются с врагами и всюду почти побеждают Вот, посмотрите Видите, в каких активных позах эти дамы Не то, что их соперники И на оружие посмотрите У них легкие маленькие щиты Доказательство того, что амазонки были наездницами Амазонками их прозвали древние греки Полагают, амаза означает «без груди» Такой эта цивилизация мифологии Рисовала себе эти, теперь тоже полагают, мифические племена Женщин-воительниц А зачем амазонкам было отрезать себе одну груз? Но они же воевали И так выглядели более мужественными И это что-то вроде еще одного доказательства их силы Эта безгрудость вроде еще крепче может уверить в сказочности этих женских племен Мифология сложила еще и то, как амазонки встречались с мужчинами из соседних племен Рожали от них Если мальчиков, то их либо убивали, либо отсылали отцам Если девочек, то их воспитывали Но крупнейший город древнего мира не мог вырасти на легенде Здесь, в Эфесе, еще и храм покровительниц амазонов Чуть не главное строение древности От храма греческой богини Артемиды в Эфесе Теперь только эта колонна Два тысячелетия назад колонн было 127 И за свои размеры храм включили в список хрестоматийных семи чудес света Чудеснее это чудо становилось еще и от того, что, говорят, построили эту махину женщины Амазонки Ширина 51 метр Длина 105 18-метровая высота Это шестиэтажный дом Этот невиданный тогда размах Только еще больше уверял во всесилии диких дам Когда-то и эти края завоевавших Да, амазонки сюда, вглубь тогдашней Греции, пришли с ее окраин И здесь, ближе к центру древнего мира, им легче было построить такой изысканный город и прославить себя Но здесь, в Неге, они и растворились, как бы перестали уже быть такими уж грозными воительницами Доказательства того, что это были дикие всесильные племена Находят теперь в России и на Украине В местах, откуда амазонки пришли Чтобы добраться до нынешнего Эфеса, им нужно было всего лишь пересечь Черное море На северном берегу теперешней Турции, в городке Самсун, находят следы стоянок женщин-воинов Их могилы с оружием Но больше их на родине амазонок, в землях нынешних русских курортов Керченский пролив – тонкая, всего в 4 километра длиной полоска воды На север и юг она соединяет Черное и Азовское море На запад и восток разъединяет Россию, полуостров Тамань И теперь Украину, полуостров Крым В пору, когда эта часть земли принадлежала древним грекам, еще крепко до нашей эры Считали, что тут граница между Европой и Азией Эти места были древнегреческой Чукоткой, почти краем света Саваться сюда считалось сумасбродством еще и от того, что в этой части государства жили опасные племена амазонок Дошедший сюда рисковый грек, историк Керадот, описывал, что сам видел, как амазонки зимой переходят по льду в Керченский пролив Уверяет он, замерзал от того, что в ту пору Азовское море было очень мелким и называлось Меотитским озером Или даже болотом За это же древние греки подарили Керченскому проливу, тогда Боспорскому, чуть не главный свой миф Это тут Зевс в виде быка переплывал, неся на спине украденную Европу Конечно, эта сказка только обозначала границу двух частей земли На берегах, где полагают шли битвы амазонок, теперь бьются друг с другом археологи В городке Азов настоящая амазонно-ученая Махия Сравнить то, что мы знаем о греческих амазонках с тем материалом, который мы находим в наших степях То мы увидим сразу же отсутствие какой-то связи Нет, безусловно, нет дыма без огня Но последнее сражающее доказательство он разглядел в самой горячности южных женщин Вот в новостях сообщили, преступник пытался из Азовского зоомагазина украсть шиншиллу Она аккуратненько раз, за пазуху, и выходить из магазина На это заметила продавщица магазина, она погналась за ним, догнала, скрутила Вот, вызвали милицию, она передала его милицию Вот, пожалуйста, вам, что это, разве это не амазонка? Нет, понимаете, в чем дело, Николай Михайлович? Речь идет о том, что есть культурный феномен, воинствующая женщина И воинствующих женщин сколько угодно, но это явление культурное То есть охранявшие царей отряды женщин охраняли скорее для красоты, а защитить не могли Они спорят у витрин обошедшей полмира выставки «Золото сарматов» Сарматы – это народ с такими чуть укращенными амазонками Сложившиеся из смешения скифов местных племен с женщинами-воительницами Сарматы, говорят, все еще сохраняли амазонские нравы К примеру, женщина-сарматка не выходила замуж, пока не убьет в бою врага Это золото уверяет еще и в успешных завоеваниях богатых племен амазонок Грек Геродот описывал, как греки везли пленных женщин домой, а те ночью напали на них и всех перебили Но с оставшимся без управления кораблем справиться уже не могли Шатающиеся по Азовскому, тогда Меотидскому озеру судно спасли скифы и стали мужьями амазонок Но оппонентов и эта легенда в конец не убеждает Золотые украшения часто находили и в мужских могилах, а оружие часто от чего-то лежало со скелетом женщины Ведь совсем не обязательно амазонки Археологи вообще не всегда могут дознаться, какого именно пола они откопали скелет Если в погребении с оружием будет прятаться там или низкобурс, это же еще и не делает это погребение женское Город, который находится на Кубани, в древности носил название Лабрис Лабрис, Лабрис У греков так отмечалось оружие амазонок Двусторонний топор Лабрис Этот топорик, Лабрис, в пору нынешних свобод он на эмблеме, видимо, также полагающих себя амазонками Мужеподобных девиц, любящих мужеподобных девиц Здесь, на юге, в Керчи, закатывалась слава племен амазонок В древнем, отколовшемся тогда от Греции, Боспорском царстве И эта лестница и вся эта гора над Керчью называются Митридатовой Царь Митридат, как и эта вершина, говорят, был чрезмерной величины и влияния правитель Рассказывают, что только такой мог влюбить в себя женщину-воина В первом веке до нашей эры в этом государстве сложилась семья из двух сильных полов Царя и амазонки Митридатов дворец теперь разваленный, а два тысячелетия назад чуть не чудо света Может, оттого вышло Митридату укротить амазонку, она стала 38-й его женой Что его государство росло на развалинах в Древней Греции И греческие нравы уже не перенимало Ведь в Греции потому амазонок полагали диковатыми дамами Что в патриархальном строе центра государства, в Афинах и на всех островах Эгейского моря Женщину считали почти недочеловеком Затворница, подчиненная мужчине, она одна была даже не вправе выйти на улицу И живущие на другом конце империи амазонки, конечно, были как бы антигреческие женщины Способные на самостоятельные поступки Рассказывают, под этой горой до сих пор вкопан подарок супруге амазонки своему мужу Золотая статуя коня Боспорское царство царями Тридата 6-го Евпатора В его честь теперь крымский курорт Евпатория Уселось на теперь землях двух государств России и Украины По берегам нынешнего Керченского пролива Две столицы царства Одна Пантикопей, нынешняя Керчь в Крыму Другая Фонагория, на нынешнем полуострове Тамань Ее только-только откопали Про амазоны здесь что-то говорят? Попросы сказать, не знаю А что такое амазонки? Ну, женщины-воительницы, в этих краях Здесь воительницы мужчины Здесь женщины не в почете А здесь что откопали-то? Нашли, значит, скелеты воина и девочки 12-летние И девочки 12-летние? А воин, может, девушка была тоже? Слушай, я не грех не знаю Навряд ли Это не женское было, опять Не женским оно начинало становиться здесь В этом дворце, когда амазонка Гипсократия, став женой царя Митридата Как бы заразила своим примером всех женщин-воительниц В 63-м году до нашей эры город Фонагория поднял восстание против царя Митридата Тут все воевал с Римской империей, не отдавая ей свои крохотные земли И в войнах сами земли победнели Восставшие подожгли дворец, в котором тогда жила Гипсократия и их дети Следов огня здесь уже сейчас не разглядеть Гипсократия погибла в этом пожаре Будто такой нелепой для амазонок смертью рисует всю судьбу женщин-воительниц в мире Беды с ними начинались, похоже, тогда, когда они решали становиться просто женщинами И пускали в свою жизнь мужчин Похоже, так же амазонки растворялись в римском тогда Эфесе Этот город становился все больше и сильнее, и уже тяжело было амазонкам жить по-прежнему Они выходили замуж и... Но об этом уже не говорят Ну да, видимо, гордиться уже нечем было Так, похоже, реальные амазонки поселились только на каменных эфесских барельефах Конечно, это был пример и для мужчин Если женщина сильная, то и он должен быть сильным Эфес ведь был независимым, свободным, сильным городом, да? Да, и амазонки с их свободой и независимостью, конечно, были на знамени эфесских свобод Сколок этой славы на барельефах еще одного чуда света Мавзолея в Галикарнасе Галикарнас – нынешний турецкий бодрум, невдалеке от Эфеса Построенная в IV веке до н.э. гробница галикарнасского царя Мавзола Отсюда название «Мавзолей» Была вся укрыта хроникой амазонских битв Вот видите, это амазонка Ее тут убивают Да и на всем портике амазонки вон еще, еще, еще целая армия амазонок Так, чтобы прославить своего царя, его жена Артемисия выбрала самый славный сюжет истории этих краев Может, от того, что сама происходила из уходящих уже племен амазонок Как гипсократия О гипсократии больше рассказывала не место ее гибели Фоногорийский дворец О дно Азовского моря Там нашли надгробие царицы Это мраморное надгробие имело надпись, эпитафию И она нас, когда мы только что ее вытащили из-под воды и прочитали Она нас поставила в тупик Найденное здесь надгробие жены царя Митридата Гипсократии Оказалось подсматриванием за самой, может быть, пикантной деталью самого волнительного романа этой поры Имя царицы на камне было выведено от чего-то по-мужски Гипсократ Жена царя Митридата Евпатора Прощай Интересно вообще, почему он жену свою называл мужским именем Гипсократа? Почему? А потому что она носила военную одежду мужскую И все время сопровождала своего мужа Митридата Защищая его всегда И даже бывало, что его окружение бросали его А она всегда с ним рядом была В древних описаниях Гипсократия и впрямь почти мужчина За ней, как за каменной стеной Она носила мужские наряды Была рядом с Митридатом в его бесчетных войнах Сама дралась в битву Рассказывают, после восстания в Фанагории Владыка этих мест принял яд Не сумев смириться со смертью любимой амазонки Царь Митридат умирал буквально на пике своего величия На пике этой горы В венчающем ее тогда в своем дворце Рассказывают, амазонки жили и на Кавказе На территории нынешней Осетии И пили воду из источников Теперь она называется Крамадон 13-й подвиг Геракла, вы помните Он пошел Геракл в страну Амазонию Чтобы победить амазонок Взять у царицы и политый поезд золотой Греки не только боялись амазонок Они вообще эти земли, вот куда они пришли Называли подземным царством Аи В Таманском музее не счесть примет Невиданного теперь, но расхожего в прошлом Почитания женщин в этих краях Эти скульптурки называют половецкими бабами И ими усыпан весь юг России Женщина-мать-земля Культ женщин Ну не случайно же человеческое общество От матриархата перешло-то ведь Основа была матриархат все-таки Потом уже мужское, скажем, начало победило Вот это изображение как раз той самой матери-земли Кормилицы, это кормящий орган, скажем так Такой культ по всему древнему миру расползался отсюда Из этих развален теперь городка Танаис в Ростовской области Море теперь сильно отступило и где-то вдалеке блестит полоской на солнце А тогда Танаис был портом Название города Танаис Оно пришло от этой реки Танаис Теперь Дон, а до того Амазония Легенда описывает как изумительный полководец Сын Амазонки Танаис тоже по манеру племени своей матери Амазонок Ненавидел другой пол Не терпел женщин И за это богиня Венеры Наказала его, влюбив в собственную мать Не в силах справиться с страстью Танаис бросился в эту реку, Амазонию И она стала Танаисом Под Танаисом и его пригородами Обнаружили не счесть числа захоронений женщин с оружием Вот они стрелы Это наконечники стрел Но это твердо доказывает, что это женщина, да? Да Это по определениям антропологов Вот когда копье в таком боевом положении То есть вдоль Как будто бы человек собрался воевать То здесь мы можем сделать предположение Что возможно эта женщина участвовала все-таки в боях В самую славную пору амазонок Сменившуюся, похоже, порой их исчезновение Где-то 4 век до нашей эры Завоевавший тогда Азию Александр Македонский Говорят, был и в этих краях Описывают, как к его лагерю здесь подошла королева местных амазонок Фалестра С отрядом из 300 вооруженных женщин И проголосила Македонскому Хочу ребенка от тебя Девочку оставлю себе, мальчика отдам Македонский после описал этих дам Эти женщины Амазониды Рослые, красивые и здоровые Носят цветную одежду и серебряные двуострые секиры Они сообразительны и остроумны Но раз это записка царя Называет амазонок красавицами Выходит, выжженная у них одна грудь Это придумка? Или и впрямь Мода той поры? А девочка ставляли более сильных физически Выжигали им правую грудь с тем, чтобы она хорошо умела стрелять из лука И садили ее на лошадь приблизительно в год То есть вот формировалось это племя женское Амазонок Так греки про ней говорили И так я сказку рассказываю Наверное, сказка, да Но как тогда понять, что на рисунках и скульптурах Мы всегда видим свободную грудь у амазонок А иногда ее нет Да, глядите, вот здесь-то она есть Но это скорее не грудь, а какая-то масса Просто чтобы показать, что женщины Самое расхожее объяснение этой рисковатой пластической хирургии Мол, так амазонки легче стреляли из лука Я думаю, что это неправда Мы не верим Доказано Да, доказано, проверено на себе Что это никак не связано с стрельбой из лука Нет, не мешают особенности Эти особенности мешали, похоже, греческому представлению об амазонках Ведь если эти женщины не равны греческим в нравах и поведениях То и в форме тела Надо бы их как-то подкорректировать Вы не найдете ни одной без груды амазонки Поэтому объяснение амазон как без грудей Это позднейшие домыслы таких очень талантливых лингвистов Ну а почему тогда у Артемиды, богини амазонок, наоборот, так много грудей? А вы знаете, мы не уверены, что это груди Кто-то говорит, что это рога, потому что быки приносились в жертву Артемиде Так, вместе с самой пикантной деталью в них Растворяется, похоже, и весь миф об амазонках Но по словам азовского искателя амазонок Дыма без огня нет И дым мифа нарос, похоже, на огни реально существовавших И теперь в этих краях существующих обычаев Казачки, опять же на Дону В казачьих областях, наравне с мужчинами Иногда участвовали в войнах, в войнских операциях Они были креп наездницами Возникает мысль, что под именем амазонок Старый текст описывают казачек Вы знаете, это не ложное представление, что мужчина защитник Хранительница очага Это самое главное вообще в обществе Понимаете? То есть все должно быть при женщине Спокойствие дома, порядок Мужчина должен чувствовать тыл А это же самое главное Что такое тыл? Это за спиной тебя никто не обидит, да? Теперешний мир, где женщину так чают Видеть равные в правах с мужчиной Любит миф об амазонках И по примеру древнего Эфеса Ставит их примером свободы Не замечая, что сила женщины Никогда не была физической А греческая история о диковатых племенах Как и всякий миф Похоже, только описывала Дух женщин А их дух и тогда, и теперь, и всегда Был сильнее Мужского Хочу верить В следующей главе Так верили до христианства Так продолжают верить и теперь Язычники Какие они? Их обряды, боги, молитвы и их сила Язычество возвращается Отчего мы больше не слышим природу И что она говорила язычникам И почему есть места в мире Где христианство не победило Хочу верить КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ